приветствую спасибо айла ты живешь баку в азербайджане уже да раньше жила где-то в европе в россии и в украине и семьей дуба это шикарно дорого но шикарно скажи почему ты решила да так сильно топить и вот начинать практически каждый свой эфир в одно время вот с этой фразой привет армия нишки почему это так прям знаешь как фишка стала твоей нет голосом очень похоже армия не вот как ты говоришь вот это не мой ролик и не мой голос да окей я всегда говорю армяне и ребята у меня такое обращение окей почему ты решила снимать таком количестве почему начала снимать где-то за три месяца до войны как-то у меня была какая-то чувство что наверно что-то будет так как я наблюдала митинги баку видела как народ рвется в бой так скажем как бы все хотят вернуть свою родину соответственно вот и никто не успокаивался в течение этих 30 лет азербайджан готовился в принципе к этому всем это прекрасно знаем вот и как-то вот зарегистрировалась просто в тикток было очень интересно что это такое и просто видя то что происходит как распространяется ложь со стороны армян удержавшись конечно начала как бы говорить факты потому что невозможно просто уже молчать скажем так скажи что тебя в этой ситуации больше всего бесит обижает вот что тебя в этой ситуации в социальной сети именно бесит больше всего в диалоге с ними больше всего фальсификация всех фактов насчет всех тем это касается и блюд и слов и территории и вообще культуры музыка танцы все музыка танцы все перенимая все у азербайджана и то есть это просто уже невозможно терпеть и просто реально неприятно как бы у каждого народа у каждой нации должна быть своя культура и если армяне как бы говорят и пытаются доказать о своей древности то соответственно у них должна быть своя культура но тем не менее мы знаем что армяне используют 4200 тюркских слов в своем языке и практически каждое блюдо мы знаем что имеет значение как бы перевод с азербайджанского вообще тюркского языка скажем так а также в принципе все фамилии тюркские все фамилии тюркские имена и имена европейские вот сейчас мне писал да да давид мирзоян который хочет со мной эфир давид имя честь второго царя иудеева до великий царь давид еврейский а фамилия тюркская мирзоян там только я и вот и вот так каждый день ужас аска получила ответ насчет вот то что я говорила недавно буквально вчера я сняла ролик и до этого я снимала насчет памятника то что вот они установили его и отмечали 150-летие переселения армян как марага 150 да это тоже они пытались как бы скрыть но тем не менее интернет весь не почистить доступна эта информация каждый может это вбить google и посмотреть элементарно даже просто самая я считаю их небольшая беда в этом фальсификационном пути в том что они разбудили спящего льва который сейчас будет долбить по скажем ей была такая передача до разрушители легенд помнишь когда брали какую-то легенду и начинали разрушать в ю тубе да мы как бы все спали спокойно и они десятками лет все это впаривали всему миру долба наша это наша нам 5 тысяч лет сегодня они разбудили этого льва все азербайджанцы по всему миру кого друзья близки по все 80 млн азербайджан включили вот это желание доказать что и сейчас это вот эта вот машина этот грузовик будет просто ехать по их ним вот этим легендам так бы они могли бы еще сто лет этот парт может быть когда-нибудь кто-нибудь и поверил бы в это но они сегодня включили в нас это и уже это не остановить я когда тоже эти легенды слышу когда вчера один мне мальчик говоришь тигран великий был другом я не знаю александра македонского я уже был просто я не знаю в шоке я был просто я в я про я бы чувак он жил за 200 лет до тиграна вообще македонский он умер за 200 лет до рождения тигран ты кому ну я имел ввиду не одного тигран игроки второй его сын тоже жил еще позже понимаешь у них вот эти сказки говорят что мы великие нам тысячи лет там я не знаю мы от моря до моря мы империя в библии про них ничего не сказано то есть библия которая описывала все до точности до описывая греков описывая македонцев евреев нету я вам даже скажу вот так чтобы доказать я сама как бы читала библию ветхий завет новый завет также знаю найдут очень наш ежете на небесе да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя хлеб наш насущный дай нам на сиденье так далее не буду продолжать то есть я как бы прожила среди христиан 23 года поэтому как бы есть у меня информация по этому поводу я с вами абсолютно согласна в библии нигде не говорится о армянах а также как бы говорить о том у меня на эту тему тоже был ролик то что себе там как бы нестыковка с годами поэтому фальсификация все всех я не знаю вот даже не знаю за что взяться чтобы точно сказать что в чем-то они правы поэтому конечно люди образованные начитанные к тому же знакомы с не знаю с историей видят я не понимаю конечно почему на мировом уровне замалчиваются многие вещи почему не открываются эти темы очень интересно я тебе скажу почему потому что мир в отличие от армении не помешан на своей истории я всю жизнь путешествую по миру не и не итальянцы нетю не турки не французы я извини меня общался с королем африки у него какая история представь нам свати третий король фазиленда единственный король в африке остался никто не рассказывает про то что на миллионы лет нам 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 я сам на треть курд на треть грек я от своих и курдских и греческих скажем тогда прапрадедушек не слышал вот эти сказки а так все знают зачем нам еще это говорить нам интересен завтрашний и сегодняшний день что было было а у них вот именно вчера 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 они такой счет что за счет когда-то типа существующего вчера они сегодня все себе хотят взять зачем мне кажется это как обиженный ребенок у которого не было в детстве игрушки а у всех она была сегодня когда подрос он говорит что у него была самая большая игрушка не так кажется да на самом деле и тем не менее вы знаете просто опять же повторяю что реально просто неприятно все это выслушивать и поэтому конечно почему мы должны в принципе молчать мы отстаиваем правду это самое главное самое главное я всегда за справедливость за правду если кто-то скажет неправду даже из нашей нации я это не поддерживаю лично ты не поддерживаешь грубости до которые используются обеими сторонами в адрес друг друга очень часто оскорбление я не поддерживаю я поддерживаю диалог это мое мнение правильно я также сама считаю как бы вы знаете оскорбляя друг друга мы ни к чему не придем в первую очередь мой адрес конечно очень много там комментариев оскорбление а также в личку мне очень много армян пишет там угрожают не знаю что ну конечно в первую очередь хотелось бы сказать кто будет просматривать этот ролик кроме бога я не боюсь никого в первую очередь вот а во вторую очередь как бы это глупо просто глупо и еще раз подчеркивает просто то что человек некультурный вот и все больше ты понимаешь да я с тобой полностью согласен вопрос человечности и вот этих не сказки про урарту вот сейчас давид с именем иудейского царя из тюркской фамилии пишет слово урар он не понимает того что урарту существовало три тысячи лет назад и три тысячи лет назад исчезла все в библии только одна строчка что корабль ноя причалил там к стране арарата урарту это не армяне поймите что и тигран великий он не царь армении армении не было и тигран великий в некоторых год он христианский царь каким христианским царем может быть если он умер до рождения иисуса христа я считаю что тигран это ближе к ирану тегерану моем не это действительно была такая династия тигран 1 2 вот это было парфяне вот это во времена вавилона и во времена например урарту вот это все было это такое величие и такая древняя история что вообще книжки что-то приписывать смысла нету я так считаю но тем не менее вы видите что сегодня они везде как бы кричат и пытаются доказать что это армения там арарат не знаю что но мы все прекрасно знаем что как бы агредав и если это видно просто с границы армении это не значит что сегодня это как бы находится в армении ну что можно представь я даже боюсь представить что было бы если бы действительно была бы не римская империя а армянская как ты знаешь город город стамбул это константинополь он 1200 лет был римским городом до столица второго рима и только в 15 веке османы пришли отвоевали этот город при этом они все сохранили все крепости всю архитектуру дворцы бани в отличие от армян которые за 200 лет уничтожили весь и реван ничего не оставили их крепость и реванскую все мечети все снесли кроме одной ради шоу программы как и в шуше восстановили одну остальные сценарники превратили мы все прекрасно знаем и слышали о том что как бы хотели создать как бы великую армению как бы как бы это не получается конечно конечно сначала сюда карабах потом еще туда закинуть удочку другим нашим соседям ты понимаешь да кому да правильно кусочек оттуда потом сюда вот мы велики потом это все вообще объединить потом каким-то образом благодаря каким-то большим соседям выйти к морю и вот так велика и наконец наконец начать качать ресурсы ресурс это нет пока амбиции единственный ресурс армян это диаспора которая живет и подкидывает деньги но она не не резиновая это да это ход ход королевы это у них такая партия но здесь мы же не из робкого десятка чтобы это все съесть и просто терпеть согласись я наблюдала конечно просто прокручивая ленту видела даже вот как они преподносят как бы там ролики пятилетней давности то что творилось в иране они выносят это на обозрение как будто это происходит в баку и как будто вот митингуют против там россии ну соответственно это неправда мы все знаем 130 150 тысяч русских проживает на сегодняшний день в азербайджане мы все дружны мы уважаем другую культуру как бы у нас есть церкви мечети а также как бы ну много короче разных наций абсолютно абсолютно православной церкви подчиняются естественно верховную православию которые в москве синагоги буддистском храме я был в азербайджане разные ортодоксальные разные церкви храм я был свидетели иеговы имеют свой храм адвентисты баптисты имеют адвентисты седьмого дня чего только нет я везде был я просто не верил что это в азербайджане происходит пресса единственная церковь карабахи православная в каком она состоянии вот а также мы могли кстати на эту тему во время войны наблюдать что армяне пытались со стороны как бы и религиозной давить как бы поэтому я вообще не понимаю политику армении вообще политику их народа потому что причем здесь вот религия допустим как бы опять же повторять в азербайджане уважают все религии также мы интернациональное государство со всеми дружны в принципе что мы и увидели во время войны как бы еще раз подчеркиваю россия уже доказала армянам то что как бы заварили эту кашу разбирайтесь сами владимир путин тоже сказал война идет на территории азербайджана вот именно поэтому как бы сегодня на что-то рассчитывать ну да кричат они о том что подождите это еще не конец ну а что не конец ну начнется война дойдем до и реванского ханства и что дальше вот проблема знаешь все эти люди которые говорят что это не конец это не конец эти люди не стоят сегодня там у них на митингах не можно на улице неделями эти люди живут в испании франции в россии в краснодаре в сочи в белоруссии в америке при этом год иди вперед они там один раз за гол за полгода взяли достали флажки на машинах поездили по лос-анджелесу постояли у посольства и все они считают это гражданский долг а вот эти люди тысячи сотни тысяч стоят вот на этом митинге между провожают своих детей в армию куда не знают их везут типа служить в армению а на самом деле их переправляют туда эти люди вы думаете у них есть желание реально чтобы вот так было или они вот эти люди хотят третьего реванша это знаешь кто не похоронил сына или мужа может говорить о третьем пятом десятом реванше а те кто в этом деле никогда не захотят продолжения потому что знает чем это обернулось да конечно еще хотелось бы подчеркнуть как бы наши солдаты умирая шагидами они защищают свою родину я задавала этот вопрос армянам тоже за что у вас ребята за чужое за чужую родину а как перед станут перед богом и что они будут отвечать это глубокая тема не хочу я углубляться в это но тем не менее как бы правда на нашей стороне это самое главное что правда на стороне азербайджана и мы имеем право ее обстаивать вот и все а так как бы глупые вот эти разговоры в интернете распространение вот этой лжи это ни к чему не приведет армян же никто не заставлял вот россия допустим в этот раз подчеркнув то что война идет на территории азербайджана и поэтому дкб не может никак вмешаться в эту ситуацию армяне должны были уже понять что к чему но если не понимают это их проблемы что но им никто зла не желать просто надо и когда спровоцировали провоцировали чтобы война перешла на территорию армении специально со стороны армении обстреливались гянджа дарда так так чтобы мы туда тоже ответку дали и чтобы наконец они попросили своих партнеров вмешаться но мы как бы не повелись на эту провокацию у меня вот вопрос здесь есть алина известная алина да которая живет барселоне алина я всегда с тобой нахожу диалог да я в чем-то с тобой согласен чем-то нет ты знаешь это скажи вот ты замужем за испанцем ты счастлива ты ему готовишь армянский лохмаджун долму там я все понимаю да у тебя сын правильно как я понимаю первым супругом был армянин я сам женат был два раза и это не конец будет надеюсь третий и последний в этом ничего такого нет скажи алина вот твой сын армянин ты армянка муж был первый тоже армии живете в испании ты отправишь своего сына он скоро наверное достигнет 18-летие ты его отправишь служить в армянскую армию честно скажи ты бы хотелось чтобы он пошел либо добровольцем либо служить в армию либо приехал ты знаешь там за пять минут ему сделают эффективное гражданство иди воюй и все таких сколько было из испании из франции приехали и все и не вернулись ты отправишь его туда вот ты как мать задаю тебе вопрос давай посмотрим что она скажет ему там хорошо в барсе сидит и здесь они дают советы что идите умирать а мы-то сидим в азербайджане я его не учила что у нас есть враги ты его не учила что у вас есть враги зато ты шикарно учишь все армянство что мы почему-то ваши враги шикарно то есть ты сына не научила а нас научил то есть под предлогом того что ее армянин сын даже не знает что такое азербайджан теперь он не придет в армию и не придет добровольцем очень странно если честно потрясающе ты думаешь я своих сыновей учил тому что у нас есть враги или нет нет они все прекрасно видит и слышать зачем им учиться у них есть интернет у них есть друзья одноклассники у них есть желание справедливости вот и все о бессмысленно скажи пожалуйста айла а что ты видишь ближайшее время какое дальнейшее стечение обстоятельств ну что я вижу дай бог как бы на наших территориях уже как бы идут реставрации дай бог как бы будем выносить все это на мировой уровень думаю что там будут проходить всякие фестивали конкурсы конкурсы мирового масштаба как бы будем везде называть свое своим со стороны как бы дальше что будет наверное будет еще провокация со стороны армении ну ничем она хорошим конечно не закончится для них как бы они постоянно кричат о том что там российские миротворцы прячут за них но видать люди не понимают просто что такие миротворцы для чего они нужны и забывают подчеркнуть то что турки там тоже наши друзья и братья находятся как бы турецкая сторона тоже там так что будем надеяться на то что конечно не будет никаких провокаций потому что в принципе никому это не нужно никто не хочет чтобы умирали родные и близкие ну если будет такой то азербайджан в этот раз я думаю что с большей силой будет давать отбор вот потому что среди моих очень близких людей тоже был человек прошел войну слава богу остался жив сейчас нами но говорит о том что если начнется опять пойду опять вот так вот клево клево вот а абсолютно верно этой фразы говоришь то что действительно азербайджан не настроен на то чтобы если что-то начнется нет лучше не надо сразу пойду толпы пойдут вот алина пишет что я своего сына в это этому не учила ему это не интересно то есть армянскому ребенку это не интересно поэтому не будет участвовать я лично азербайджанец хотя я курт и грек параллельно да и уж со мной со мной про историю вообще лучше не голову не говорите уж точно не с арменией у меня два своих сына плюс я воспитал еще двух сыновей вырастил это уже четыре плюс у меня есть пасына который сейчас ну как бы тоже домой протяжей родной человек ну ты знаешь эту историю с бульваром да омар да он уже пять лет считается частью моей жизни да он сейчас служит в агдаме он служит он пошел в армию служил и он до сих пор в агдаме другой мой племянник двоюродный племянник он в 19 лет уже был на боевых действий он не собрал баллы не поступил бы не верю пошел служить и началось это все получил за освобождение физулей и за ангелана медали в 19 лет парень уже герой войны если это продолжится я с удовольствием отправлю своих сыновей на военную службу и воевать за родину с удовольствием они пойдут даже не будут спрашивать потому что я их этим воспитывают если мы едим едим если мы воюем воюем они пойдут и если я так случится я приму и их победу и их смерть и их жизнь это для меня все будет высшим предназначением это судьба я не собираюсь чтобы мои сыновья от этого отлынивали знаете почему камран вы это говорите от души потому что вы знаете что правда на нашей стороне вот и все первую очередь еще хотелось бы салют вот алине передать она там монтирует со мной видео алина дали эти салют да салют и плюс к тому же там как бы хотелось бы ей сказать что она вот взрослая женщина конечно ее некультурные там выражение оскорбление в адрес нашего народа это некрасиво я моложе ее но я себе такого не позволяет это просто необразованность и некультурный человек так что салют алина как ты думаешь когда примерно будет полностью решен вопрос хан канди и вся эта программа закончится примерно твои предпосылки я думаю что иншалла в ближайшее время все будет решено как бы постепенно все постепенно как бы сразу понимаете все это вот для армян это и так вот как большой удар потому что они за эти годы привыкли как бы считать это своей родиной хоть это на самом деле не так мы знаем что прожив где-то в другой стране эта страна не становится нашей мы там проживаем она может нашей быть второй родиной допустим но так как армяне почему-то привыкли называть это уже своими землями не могу дать этому объяснение почему вот то конечно для них это на сегодняшний день большой был удар их не амбиции их не вот на то что они рассчитывали россия стоит за спиной не знаю там общем и поэтому потихоньку потихоньку кто согласен жить пускай живут как бы наш президент ильга малев уважаемый сказал что вот мы согласны принять тех кто будет жить под нашим флагом под нашим гражданством жить на нашей родине тот кто конечно не согласен будет постепенно покидать и как бы что сказать ну да соглашайтесь ближайшее время как бы наступит нормально спокойный мир в общем но тем не менее на пять лет по моему миротворцы четыре с половиной чуть больше четырех с половиной но там плюс-минус если это будет устраивать обе стороны и тогда могут продлить если это устроит все стороны плюс ты знаешь что есть мониторинговый центр в агдаме турецко-российско-азербайджанский которому никакого отношения армяне не имеют к счастью и там уже решают все совсем другие люди и на другом уровне я тоже верю что со временем азербайджанцы вернуться в свои дома и вся эта катастрофа с разминированием когда-нибудь закончится потому что то наследие которое они нам оставили в качестве этих сюрпризов это наследие уничтожает все живое несмотря ни национальность ни на что другое и я тоже верю что рано или поздно справедливость полностью восторжествует они примут либо наши паспорта либо дадут возможности нам же у них выкупить их квартиры потому что продать это выгоднее чем сжечь или срубить мне кажется как это было в кель-даджаре по крайней мере по-честному я бы купил бы две квартиры искал бы окей вот те деньги иди купи себе что-нибудь в ереване или куда-то поедешь в россию то есть я тоже верю что уже будет все мирным путем решено и те кто останутся действительно будут наконец же счастливо справедливо на неотъемлемой территории азербайджанской конечно же всеми признанной земли спасибо тебе за эфир может у тебя есть какой-то напоследок вопрос мне пожалуйста не вопросов нет спасибо вам тоже большое за эфир еще скажу что мы в фейсбуке тоже с вами в друзьях наблюдая вас там тоже будут еще хотелось бы последнее просто подчеркнуть но тем не менее земли у армян эти годы но там они не обустроили почему-то не было там построек каких-то они знали что они там наверняка временно как бы азербайджан этим не успокоиться так что вот вот такие вот факты а теперь азербайджану конечно в принципе их дома там ну наши в принципе это старые но то что они там нажили нам это не нужно будем обустраиваться там дай бог иншаллах все там будет круто спасибо ждем большие празднования в карабахе но в розовске всем спасибо карабах это азербайджан спасибо тебе за эфир спасибо и тебе благодарю вас за эфир друзья спасибо если кого-то обделил ответом на вопрос уж не обессудьте всем желаю мира счастья здоровья и поймите моя позиция это справедливость они национализм и накал агрессии по отношению кому бы то ни было и прежде чем сказать я это я или мы все должны спросите у себя у себя что вы извините Валерий.